Добрый день, уважаемые пользователи программных продуктов 1С. Меня зовут Митницкая Наталья и сегодня мы с вами поговорим на такую тему, как бронирование помещений. Сразу хочу сказать, что в документообороте все пользователи могут бронировать помещение под определенную дату или под определенные мероприятия. Включить или отключить бронирование помещений может администратор с помощью команды использовать бронирование в общих настройках программы. Забронировать помещение можно одним из трех способов. Из окна бронирования помещений, которые находятся у нас в разделе совместная работа, бронирование помещений. Либо с помощью команды создать на основании из карточки мероприятия. Когда мы с вами создаем мероприятие, из карточки мероприятия мы можем создать на основании бронь. При указании помещения в карточке мероприятия бронь создается у нас автоматически. Перейдем к настройке бронирования. Для использования возможности бронирования ответственные за нормативно-справочную информацию должен заполнить справочник помещения и территории, который находится в разделе НСИ, помещения и территории. У многих из вас будет заведены, видно, администратором. Если нет, то обратитесь к своему администратору, чтобы он завел к вам переговорные и конференц-залы, если есть. Соответственно, у нас заведены. Что мы здесь можем видеть? Кабинет 2102 – это план первого этажа и, соответственно, где находится данный кабинет. И раздел бронирования. Стоит галочка «Можно бронировать». Для чего галочка устанавливается? Для того, чтобы определенные помещения и территории стали доступны для бронирования. И поэтому устанавливается абсолютно во всех. Комментарий. Допустим, кабинет на 10 человек, вместимость. Ответственный. Указываем сотрудника, отвечающего за бронирование помещений. Здесь у нас галочки, что брони вводят только ответственный. Данная настройка ограничивает возможность бронировать помещение для всех пользователей, кроме ответственного. Если данная настройка у вас включена, то для установки брони сотрудникам потребуется направить письмо, либо запрос на ответственного. Эта мера необходима для корректного распределения бронирования поспользуемых помещений, например, допустим, конференц-залов. Ответственный за хозяйственное обеспечение. Здесь можно указать ответственность сотрудника. Если при бронировании пользователь заполнит поле хозяйственного обеспечения в карточке брони, то ответственный получит уведомление с описанием работ. Ну, не знаю, по хозяйственному обеспечению, чай, кофе, либо убраться в данном помещении. Ответственный за техническое обеспечение. Здесь мы указываем тоже ответственного сотрудника. Если при бронировании пользователь заполнит данное поле, то ответственный также получит уведомление с описанием работ. Не знаю, там настроить проектор. Также можно настроить и в других кабинетах. Либо можно настроить полностью на этаж то, что бронирование вводит только ответственный. И прописать сюда ответственную. Ну, здесь как удобно вам. Давайте с вами сейчас разберем, как же забронировать на определенную дату какую-нибудь переговорную. Соответственно, пробуем через совместную работу бронирования помещений. Не знаю, на 9 августа нам необходим конференц-зал, собрать всех руководителей и провести итоги работы за месяц. Соответственно, мы выбираем 9 число. Мы можем снять галочки с лишних кабинетов, которые нам не нужны. Нам нужен только конференц-зал. И на 5 часов двойным кликнем мыши, выбираем и заполняем то, что нам необходимо. Конференц-зал 9 с 17.00, немножко поправим, до 20.00. Количество человек, ну, сколько у нас руководителей? Примерно 30 человек. И совещание по итогам работы за месяц. Совещание по итогам работы за месяц. Мы можем также настроить повторение ежемесячно, ежеквартально, ежегодно. Если нажать «Настроить повторение», у нас с вами открывается новая форма. Там ежедневно, еженедельно, ежемесячно, ежегодно. Там не повторять. Выбрать, допустим, каждый четверг. Никогда не завершать. Либо там выбрать дату ежемесячно, допустим, в день недели. Никогда не завершить. Каждый месяц, второй четверг. Нажимаем «Готово». Видите, нам программа говорит, что это время уже занято. Нажмите «Для подбора времени». Соответственно, мы видим, что 8 сентября с нуля, то есть нет ничего, то есть у нас занято данное помещение. Мы можем в данное пересекающее мероприятие пройти. И, соответственно, видите, каждый месяц 8 числа. То есть тоже повторяющийся. Если мы это, допустим, видим, давайте мы уберем повторение и нажмем снова «Забронировать». Соответственно, у нас с вами данное помещение с 17 до 20 совещания по итогам работы месяца мной забронировано. Теперь разберем, как же забронировать из карточки мероприятия. Для этого заходим в «Все мероприятия». Здесь мы можем создать, но давайте там не будем создавать. У нас есть текущее мероприятие с тремя участниками, с какими-то вложенными файлами по результату совещания. И нам нужно создать на основании бронь. Выбираем, опять же, помещение, которое нам необходимо. Ну, допустим, кабинет 2204. Выбираем. Когда? Ну, допустим, сегодня. Ну, или давайте сегодня не будем. Проведем завтра, 1 сентября. Человек 5 нас соберется. Бронь, видите, здесь сразу комментарий. Бронь для мероприятий. Совещание по проекту реконструкции холодного склада. И нажимаем кнопку «Забронировать». Теперь перейдем снова в бронирование помещений. Выберем кабинет 2204. У нас он выбран. И завтра в 11 часов с 11.12. Бронь для мероприятий. Совещание по проекту реконструкции холодного склада. Вот так вот просто можно забронировать помещение. Поэтому пользуйтесь. Это удобно, просто. И, опять же, никаких неурядиц не будет. А я желаю вам хорошего дня. Субтитры создавал DimaTorzok